Вы кладете свою руку, вторую руку кладете на нее, и вот этой тыльной стороной ладони начинаете надавливать. Делаете надавливание. Видите? То есть продавливать нужно на глубину взрослого человека 4-5 сантиметров. Принципы оказания первой помощи объясняют пожарные. Они пришли в один из торгово-развлекательных центров города, чтобы провести занятия для персонала вместе с Гошей. Так называют специальный тренажер для спасателей. Сотрудники МЧС не только показали, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Здесь уже непосредственно сами работники торгово-развлекательных центров смогли, как оказать первую медицинскую помощь, применить первичные средства пожаротушения и огнетушитель. Торгово-развлекательные центры и кинотеатры – места массового скопления людей. В случае чрезвычайной ситуации пострадать могут многие. Именно поэтому персонал должен знать, что делать до прибытия пожарных и медиков. Как проводить эвакуацию и оказывать первую помощь. Это необходимо проводить регулярно, чтобы все сотрудники знали, как себя вести во время чрезвычайных ситуаций, как оказать первую помощь. И это возможно, если, не дай бог, произойдет что-то такое, ну что-то подобное. Это поможет спасти чью-то жизнь. На самом деле, доступно каждому, ничего сложного нет, но очень много сил требуется для проведения реанимационных мероприятий. Сотрудникам торгово-развлекательного центра рассказали и о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения – пожарным краном и огнетушителем. Некоторые смогли применить полученные теоретические знания на практике. Это занятие – часть целой серии профилактических акций. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводят специальные рейды, а также напоминают требования противопожарной безопасности всем жителям города. Особое внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей и частному жилому сектору. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».